Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на нашем очередном онлайн-богослужении. Периодически мы делаем такие собрания вопросы-ответы. Те вопросы, которые вы пишите под проповедями, в комментариях. Мы их собираем и на наиболее интересные, в том числе острые, вот сегодня мы отобрали некоторые даже такие довольно агрессивные вопросы, мы проводим такие собрания и я стараюсь отвечать на ваши вопросы. Также вы можете присылать ваши молитвенные нужды и мы регулярно, ежедневно, из команды служителей и на нашем молитвенном служении молимся о проблемах и нуждах, которые сегодня происходят в наших жизнях. Особенно, конечно, в последнее время мы много молимся именно за исцеление и в это сложное время как никогда важно верующим быть вместе, в том числе в молитвенном единстве. И вот сегодня у нас очередная подборка, которую наша команда, медиа-команда передала мне подборка вопросов. Я постараюсь очень честно, откровенно ответить на них. И вот первый вопрос. Здесь есть некоторые имена пользователей. Газдота, Божья дочь. Вот такой вопрос. Дорогой пастор, хотелось бы задать такой вопрос. Почему Рождество празднуется и 25 декабря, и 7 января? Как вы сами относитесь к относительности этих праздников в том плане, что точная дата рождения Иисуса в Библии не прописана? Это правда, что, конечно, в Библии не прописана точно дата Рождества. И даже в отношении года есть немало вопросов. То есть даже год точно мы не знаем, в каком году это произошло, потому что по, например, историку иудейскому Иосифу Флавию, Ирод Великий умер где-то в четвертом году до Рождества Иисуса Христа. То есть понятно, что само вот установление, вот тот как бы водораздел хронологический до Рождества и после Рождества, это было установлено уже монахами много-много позже, и там какие-то были ошибки. Поэтому, безусловно, и год условен, год условен и дата условна. Нигде в Библии не написано точно, в какой день Иисус был рожден. Традиционно в четвертом веке было принято празднование 25 декабря. Пришли к этому. Вот. Здесь есть такой вопрос, повлияло ли на это языческие праздники, рождение Солнца. Мы знаем, как раз солнцестояние, и Солнце начинает расти, дни начинают расти, рождение Солнца. Хотя некоторые исследователи говорят, что языческий праздник был установлен после уже даты Рождества. То есть непонятно, то ли это праздник Солнца повлиял на дату Рождества, то ли дата Рождества повлияла на праздник Солнца. Я, даже если на эту дату повлиял языческий праздник рождения Солнца, я к этому отношусь спокойно. Почему? Да потому что с первых апостолов использовали какие-то вещи языческие для того, чтобы опоповедовать Евангелие. Например, апостол Павел. Помните, когда он был в Афинах, то он начал говорить о жертвеннике неведомому Богу. И вот он начал говорить о неведомом Боге и стал проповедовать о Христе. То есть взяли языческий какой-то алтарь и использовали для проповеди Евангелия. Точно так же, если был такой языческий праздник рождения Солнца, ну Библия же говорит, что Иисус Христос это истинное Солнце, да, Солнце правды, в лучах которых мы переживаем исцеление. И вполне могло быть, что они взяли вот эту дату, языческого праздника и стали использовать для того, чтобы в этот день праздновать Рождество Иисуса Христа. До 4 века традиционно придерживались иудейских взглядов, когда не праздновалось день рождения. Считалось, что день рождения это не веселый день, человек рождается на страдании, что тут праздновать. Но постепенно Рождество стало входить в христианскую практику. Я в этом ничего страшного не вижу, ничего не вижу опасного. Наоборот, в этот день мы празднуем приход в мир Спасителя, Бога явления. Слово стало плотью. Мы в России можем это два раза праздновать, потому что 25 декабря изначально праздновалось по юлианскому календарю. Потом обнаружили, что в этом календаре были недостатки, был установлен григорианский календарь. И вот по григорианскому календарю 25 декабря и юлианского календаря приходилось на 7 января. И приходится на 7 января. И поэтому мы празднуем и 25 декабря по григорианскому календарю, и 25 декабря по юлианскому календарю, то есть 7 января, по новому стилю. Мы празднуем два раза, да хоть 10 раз, понимаете. У меня был в жизни такой пример, когда кто-то перепутал и летом решил поздравить меня с днем рождения, подарил мне подарок. Хотя у меня день рождения осенью. Ну, я вам скажу честно, не огорчился. Я с радостью принял подарок. Я абсолютно убежден, что важна не столько точная дата, потому что если бы это было важно, это было бы указано в списании, сколько важно само событие. И мы празднуем именно событие. И я не вижу причины отказываться от этого, потому что это прекрасная возможность. А у нас в стране двойная возможность заявить миру о приходе в мир Спасителя. Потому что на Рождество, как правило, многие люди чувствуют желание прийти на богослужение, как-то послушать проповедь, почитать Библию. И все это прекрасная возможность проповедовать миру о пришествии Иисуса Христа. Вот. Поэтому вроде бы этот проповедь, праздник и относительный, да, точного в Библии указания нету, ни даты нету. Но мы празднуем это и проповедуем через Рождество, приход в мир Спасителя Мессии. Еще один вопрос от Милы Денисовой. Кремлянам написано, кого предопределил, оправдал, а как быть тому, кого не определил для спасения? И вот продолжение вопроса Мила пишет. Если Бог направляет к своим целям, то значит человек не ответственный за грех? Почему тогда он идет в ад? Это часто задаваемые вопросы, на которые сложно ответить. То есть, ну, это вопрос предопределения. И я сюда же один вопрос еще хочу отнести от другого, от другого пользователя интернета, который, в принципе, о том же самом, но так видно, что это мужчина, брат, так довольно резко пишет. Или я глупый, или что-то не понял. Вот в чем суть предопределенности и свобода воли будут отличаться? Хочу согнуть палец? Сгибаю. Это хотел Бог, или так заложено генами? Каждая снежинка упала на свое место. И мой согненный палец тому подтверждение? Или та вещь, в которую никто, кроме меня, вмешаться не мог? Или это все спровоцировано всем сразу и таки предопределено? Ладно, вряд ли я получу здесь внятный ответ. Ну, как бы такой вопрос задается, не ожидая ответ. И в действительности, дорогой анонимный брат, ну, или сестра, я не знаю уж, бывают их. Сестры очень радикальные в вопросах своих. Внятный, конечно, внятный трудно получить ответ. Почему? Да потому что об этом много веков спорят богословы. На протяжении всей истории церкви. Предопределение, или свободная воля, кальвинизм, или арианство. Я для себя получил ответ даже не для разума своего, а больше для сердца. В своей духовной жизни. Как-то на протяжении лет вдруг для меня вот как-то вот это противоречие между предопределением и свободной волей исчезло. И я еще раз говорю, это не умственное какое-то познание или постижение. Это где-то в сфере моего духа, в сфере моего сердца. Если говорить образами, вот знаете, можно представить себе большой лайнер. Есть лайнер, который имеет пункт назначения, и он туда отправляется. На лайнере очень-очень много людей. Есть команда там, есть пассажиры, тот, кто отдыхает. Может быть, какие-то мошенники есть, воры есть на корабле. Всякое бывает. И вот вы знаете, вот точно так же Бог определил маршрут. История человечества идет туда, куда Бог определил. И никто из нас на это никак повлиять не может. Но тем не менее, вот в рамках этого лайнера, этого маршрута, все-таки или члены команды, или пассажиры могут вести себя по-разному. Поэтому точно так же я абсолютно убежден, что есть какие-то генеральные направления, определенные Господом, определенные Богом. Есть сферы, где так или иначе проявляет наша свободная воля. Граница между этими вещами. Знаете, тут каждый определяет для себя сам. Если бы ее можно было точно установить, тогда не было бы столько споров от умнейших людей в истории христианства. Я вот могу даже про свою жизнь сказать. Вот в моей жизни, в моем познании Бога, вот моя вот эта граница, где же определено Богом, а где моя воля начинается, да, менялось это понимание, менялось понимание. Но чем больше я служу, чем больше я ищу Бога, переживаю Его присутствие, тем больше я понимаю, что по большому счету все в Его руках. Как это увязать с нашей самостоятельностью, с нашей свободной волей? Тут опять-таки, я говорю, есть разные богословы, есть разные мнения. И поэтому, конечно же, если бы был возможен конкретный, внятный ответ, убедивший всех, не было бы споров на протяжении стольких веков. Но я думаю, что хорошо периодически об этом лично для себя размышлять и вот эту границу так или иначе устанавливать. Хотя по большому счету, вот вы понимаете, вот все-таки этот спор касается часто той сферы, которая не сильно влияет на нашу жизнь. Я объясню почему. Вот, например, я в механике мало разбираюсь. Я не понимаю очень довольно-таки устройство автомобиля, да, как там все работает. Но тем не менее, я сажусь за руль, и я уже много-много лет являюсь водителем. Точно так же мы не всегда до конца понимаем, как там все устроено в Божьем действии, где там что подключается, там воля свободная, определение Божье. Однако, вот посмотрите, вот мы призваны идти и проповедовать Евангелие. Люди принимают Иисуса Христа по свободной ли воле, или предопределено, но тем не менее, мы все равно должны проповедовать Евангелие. Как это влияет на мое служение? Да никак. Я призван идти, я призван служить, я призван делать лучшее, на что способен. И каждый даст отчет за то, насколько он максимально эффективно использовал тот талант, который ему доверен Богом. А насколько это он выбрал, предопределено было. Ну, знаете, в вечности узнаем это до конца. А на данный момент я все-таки считаю, что это не так сильно влияет на нашу реальную практическую жизнь, и конкретно на наше служение. Еще один вопрос задает Олег Гело. А как можно увидеть, что Церковь Божья православные более чем уверены, что мы вместе с Лютером раскольники от дьявола? Как увидеть, какая Церковь? В Церкви много, конфессий много, и зачастую представители разных христианских конфессий абсолютно убеждены, что именно их конфессия – это правильная и единственно верная. Все остальные заблуждаются, и каждый пытается доказать, что его именно конфессия – вот самая правильная. А иногда, как я сказал, что может быть единственно правильная. Вот как это определить? Хорошо было бы, как в Библии появилась бы рука, и начала бы что-то писать там. Текл, текл, да? Это Церковь самая правильная, остальные неправильные. Вот было бы понятно. И часто верующие пытаются какие-то аргументы найти, вот почему именно наша правильная, да? Вот мы лучше всех понимаем Библию. Ну, другие тоже могут заявить подобное. Вот православная Церковь одно время заявляла то, что именно они правильные, доказывает благодатный и чудесный огонь, который сходит удивительным образом на Пасху в Иерусалиме. Ну, сейчас уже понятно, что это не чудо, это все зажигается людьми, да? И многие православные и священнослужители это признают, да? Что это все-таки не чудо, этот благодатный, благодатный пасхальный огонь. Поэтому по большому счету, вот что бы мы ни говорили, есть всего один критерий, по которому мы оцениваем ту или иную Церковь, ту или иную христианскую конфессию. И этот критерий – внутреннее свидетельство. Может быть, это ненадежный критерий, но другого не существует. И каждый из нас, побывав в той или иной Церкви, да, ощущает либо благодать, либо ее отсутствие, да, либо наполнение, либо нет. Слыша проповеди и читая Слово Божие, Священное Писание, он сопоставляет, чьи проповеди ему кажутся наиболее библейскими, наиболее основательными, наиболее проникновенными, наиболее благодатными. И, исходя из этого, делает свой выбор, принимает какое-то определенное решение – ходить в ту Церковь или в другую Церковь. Конечно, имеет большое значение авторитета, когда мы прислушиваемся к уважаемым для нас людям, да, когда какие-то уважаемые люди говорят – мы прислушаемся. Но все-таки даже в этом случае мы ориентируемся на наше внутреннее свидетельство. Вот к чему сердце тянется. Другого нет. Поэтому будьте в той Церкви, где вы внутри чувствуете благодать. Идеальных Церквей не бывает, совершенных Церквей тоже не бывает, но есть общины, Церкви, где мы чувствуем Божье присутствие. Это не значит, что нам всегда там должно быть комфортно. Иногда Бог нас там может быть обличать, но мы понимаем, что это обличение также идет от Духа Святого. Другого критерия просто-напросто не существует. Следующий вопрос Наталья Мургунова задает. «Уважаемый пастор, вопрос такой. Церковь – невеста, Иисус придет за ней. А как же те, кто уверовал, но по здоровью не может ходить на собрание?» Церковь – это не просто вот такое физическое собрание, когда люди собираются всем вместе и славят Бога, изучают Священное Писание. И получается, если ты не ходишь на вот эти живые собрания, то ты уже как бы и не часть Церкви. Нет, Церковь все-таки – это невидимое духовное строение, невеста Христа. И она включает в себя все возрожденные и спасенные души. Сегодня, слава Богу, при развитии технологий интернета, люди, которые по состоянию здоровья не могут ходить на собрание, они могут дома смотреть и онлайн-трансляции богослужений, и могут смотреть проповеди буквально со всего мира. Поэтому не нужно людей, которые по состоянию здоровья не могут ходить на собрание, отделять от Церкви. Церковь – Экклессия. Это собрание всех верующих в Иисуса Христа. И когда богослужение заканчивается, и мы расходимся по домам, и Церковь не разваливается, Церковь продолжает существовать. То есть это не столько географическое единение, сколько внутреннее духовное единение. Мы чисто географически можем собираться вместе, съезжаться, расходиться, но в Духе мы одна семья, мы вместе. И в том числе и люди, которые по состоянию здоровья ограничены в своих передвижениях. Поэтому Иисус придет за каждым спасенным верующим. Оксана Свердлова такой вопрос задает. Виктор, а как вы с десятиной? Наверное, это задали вопрос после проповеди, где я затрагивал этот вопрос. А как вы с десятиной лично? Ссори, конечно. Ну, с десятиной лично. Понимаете, когда человек говорит одно, а делает другое, то люди, даже не зная это, на подсознательном уровне часто чувствуют. Вот искренность чувствуется. Лицемерие также чувствуется. Не всегда, но частенько. И поэтому я отлично понимаю, если я буду говорить о десятинах, у нас в церкви десятина не является обязательным законом. Это является неким нашей церковной традицией. Мы поддерживаем нашу церковь. Мы не ведем учета, мы не вызываем людей, которые не платят десятину. Я вообще не знаю, кто из прихожан платит, кто, может быть, не так регулярно платит, а кто, может быть, вообще не платит. Просто мы об этом говорим, что если даже в Ветхом Завете по закону люди платили 10% в храм, то сегодня мы, если мы считаем, что наша церковь – это Божья церковь, и мы хотим, чтобы Евангелие через церковь нашу распространялось, мы понимаем, что мы должны ее поддерживать в том числе и финансово. И действительно, как бы некий минимум. Потому что есть еще пожертвования, есть еще и приношения определенные. И я, как пастор, прежде всего, конечно же, мы отдаем десятину. У меня супруга, которая скрупулезно всегда отчитывает. И первым делом она отделяет десятину. И мы приносим в церковь на богослужение. Точно так же мы отдаем десятину со всех наших прибытков. Еще вот к вопросу о десятине еще один человек задает такой вопрос. У церкви есть одно мнение по этому вопросу? Пока я слышу мнение разных пасторов. Один учит так, второй иначе. Каждый по-своему выбирай, кому что нравится. Ну, знаете, так и есть. Какой бы вопрос мы ни взяли, либо предопределение, либо десятины. Разные мнения. Разные мнения есть. И если бы было одно мнение, тогда не было бы разномыслия. Но что интересно, даже апостол Павел говорит, что лежит быть разномыслие между вами. Не нужно этого бояться. И да, каждый по-своему выбирает. Каждый выбирает, читая Писание, слушая разных людей, слушая разных проповедников. Понимаете, мы же не какая-то такая тоталитарная организация, где вот сказал глава, и все должны как один так делать, и шаг влево, шаг вправо. Я здесь. Нет, мы имеем Слово Божье. Слава Богу, есть много разных служителей, проповедников. И когда мы читаем разные толкования, читаем само Слово Божье, то чье объяснение кажется для нас убедительным, то мы и принимаем. Причем на разных этапах нашей христианской жизни эти мнения могут меняться. И это тоже нормально. Это тоже нормально. Самое главное, чтобы мы не судили тех, кто мыслит иначе. А то порой верующие судят часто тех, кто мыслит иначе, хотя сами они, может быть, так же мыслили некоторое время назад. Теперь их взгляды поменялись, и они теперь осуждают тех, кто думает так, как они сами раньше думали. Смешно уже получается. Поэтому намного более важно не судить. Намного более важно не гневно обличать тех, кто думает иначе. Придерживайся той позиции, которая окажет тебе наиболее здравой, наиболее правильной. Юлия Макрицкая задает вот такой вопрос. А что делать с обетом, если ты дал Господу обещание, а твое прошение осталось неосуществившимся? Ну, мне кажется, ответ очевидный, да? То есть есть в Библии примеры, Бог, если ты совершишь определенные вещи, я обещаю тебе то-то и то-то. И вот, наверное, сестра что-то подобное решила совершить. Не знаю, почему вы так решили, но вы решили. Вот, просите у Бога о чем-то, и если это исполнится, то совершите свой обет. Я так понимаю, то, о чем вы просили, не исполнилось. Ну, что делать с обетом? Если то, что вы просили, не исполнилось, то и обет, естественно, как следствие, можно так же не исполнять. Потому что ведь важность обета, когда ты что-то исполнилось, тогда ты это и совершаешь. Хотя лично я в своей жизни вот такие сделки с Богом никогда не осуществлял и не думаю, что это должно быть какой-то нашей регулярной практикой. Даже в Библии мы видим, это какие-то были разовые события. Поэтому если в вашей христианской жизни вы часто с Богом на каких-то сделках, Бог, если ты сделаешь что-то, я тебе обещаю то-то, то, ну, как-то не очень это здраво, не очень это правильно. Еще один вопрос. Настя Шаманская. Какие ситуации можно привести, как не ходить на совет нечестивых? Ну, я так понимаю, здесь вспоминается первый псалом, где говорится о праведнике, который как дерево, да, и праведник не ходит на совет нечестивых. Вот. Естественно, возникают вопросы, ну, есть же работа, где часто люди неверующие, грешные люди, там, разные ситуации, где мы оказываемся, куда можно ходить, куда нельзя ходить. И здесь очень яркий пример, это вот лодка, которая плавает. Одно дело, лодка находится в воде, да, другое дело, вода находится в лодке. Это уже опасно. Точно так же мы не можем себя отделить от этого мира. Мы не можем себя отделить от этой жизни, где много людей неверующих и, по нашему пониманию, неправедных, нечестивых, но нам приходится общаться с ними в каких-то разных ситуациях. Мы не можем оставить это все и как-то общаться только с христианами. Такое практически нереально. Но нормально, когда лодка находится в воде, да, нормально, когда мы общаемся, и даже более того, мы призваны влиять на этих людей, на нечестивых в том числе, к неправедных людей в том числе. Вот. И этих общений нужно не только не избегать, а может быть даже стремиться общаться с людьми, чтобы нести им свет. С другой стороны, если мы находимся в общении с теми, чье нечестие уже на нас влияет, то есть вода внутрь лодки попадает, то это опасно. Лодка может утонуть. И опять-таки каждый из нас внутри себя должен ощущать эту грань. Моё общение с людьми, которых моя вера определяет как нечестивых, неправедных людей, это влияние больше на них или это влияние больше на меня? Если это больше на вас влияние, да, когда вы вдруг чувствуете, что ваше понимание о святости, о праведности, о верности, о честности понижается, ну вот, на такие советы я бы вам ходить не советовал. Следующий вопрос от Галины Галинкиной. Очень гневный такой, но я всё-таки решил его привести, потому что, ну да, тут видно с раздражением написано. Вот Галина пишет. Слушать слово хочется, но раздражает, когда пастор Судаков хает СССР. Он советских людей оскорбляет, а победу над фашизмом завоевал только советский народ. Кто он такой, чтобы оскорблять людей? При СССР была одна ошибка – атеизм. Но сегодня столько пасторов, врагов СССР. И главное, что враги СССР не потому, что атеизм был идеологией, а потому, что при СССР не мог бы иметь состояние. Он родился в СССР? Вопрос. Ну, я думаю, пастор, я, то есть. И так поносит родину? Достойно ли это? Предательство. Вот, такой несколько недовольный вопрос, что я не знаю, после какой проповеди вы такой вопрос написали. Но я вам хочу привести цитату одного мыслителя, нашего российского мыслителя, Петра Чаодаева, который писал следующие вещи. Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стороне только в том случае, если ясно видит ее. Я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной. То есть, вы знаете, вот, я очень люблю страну, в которой я живу, и землю, на которой я родился. Но любить свою страну не означает одеть розовые очки и фантазировать. Вы понимаете, проблема СССР была не только атеизм, а то, что человек, его жизнь, его свобода, его достоинства были как бы подмяты обществом. Здесь очень важно вспомнить слова Иисуса Христа, когда Он говорил «человек для субботы», да, помните? Или «суббота для человека», потому что, по мнению некоторых религиозных людей, Он нарушил великую заповедь, Он нарушил заповедь о субботе. И тогда Иисус показал, что не «человек для субботы», а «суббота для человека». Вот точно так же у меня всегда есть опасения, когда я вижу государство, где человек для государства, а не государство для человека. Я абсолютно убежден, что цель нашей совместной жизни – это не подавление отдельных людей, их индивидуальностей, а наоборот, цель общества, государства – помочь каждому из нас реализовать то, что заложено в нас Богом. И это невозможно без свободы, без уважения человеческого достоинства. Именно этого и не было в Советском Союзе. Там не просто был атеизм. Лично в моей семье столько людей, сколько погибло на фронтах Второй мировой войны, столько же людей погибло уже не от немцев, а от наших. В ГУЛАГах всевозможных. И каждая семья, каждая семья практически… Есть люди, которые были репрессированы. Потом их уже позднее много реабилитировали. Однако, это было. И то, что вы пишете, что победу над фашизмом завоевал только советский народ – это ложь. Как вы знаете, есть две крайности. С одной стороны, есть некоторые люди, которые вообще отвергают участие советского народа в победе над фашизмом. С другой стороны, это считать, что только советский народ победил фашизм. Нет. Это коалиция антифашистская, где было не только Советский Союз, но и разные страны. Они совершили победу над фашизмом. И я люблю свою страну. Я молюсь за свою страну. Я здесь родился. Я очень хочу здесь не только прожить, умереть здесь в этой стране хочу. Но если мы видим проблемы, в том числе в нашем историческом прошлом, это не значит, что хаять. Значит, выделять ошибки, чтобы их не повторять в дальнейшем. Потому что, когда мы не учимся из прошлого, то мы одни и те же беды повторяем и повторяем. Одни и те же ошибки совершаем, совершаем и совершаем. Поэтому я люблю свою родину. А то, что говорит про Советский Союз, он развалился. Сегодня мы живем не в Советском Союзе, мы сегодня живем в России, в Российской Федерации. И развалился Советский Союз не потому, что там какие-то были заговоры, а потому что оказался он экономически, политически несостоятельной системой. И он развалился. И это было... Иначе и быть не могло. Другое дело, конечно, мы все были удивлены, что это произошло так быстро. Но тем не менее, это случилось. Я люблю сегодня. И всегда любил свою страну. Я люблю Россию. Я люблю русский язык. Советую вам тоже, дорогая Галина, любить его. И учиться правильно писать, без ошибок. Масса которых в этом тексте. Поэтому я люблю. Но любить свою страну, это не отвергать истину. Не отвергать истину. Видишь проблемы? Нужно об этом говорить. Только так можно исправиться. Все равно, что вот грешник. Надо говорить правду. Если человек грешник, он грешник. Не осознав себя грешников, как можно покаяться? Никак. А когда у человека проблемы, все хорошо, все хорошо. У него и нужды в покаянии нет никакой. К чему это приведет? Только к падению. Поэтому, когда мы видим проблемы, и когда сегодня мы видим в политической современной жизни, есть люди, которые говорят о проблемах нашей страны, нашего общества. Это нормально. Только так мы можем выявить какие-то болезненные вещи и поменять их. А когда все хорошо, все прекрасно. Там одна проблема атеиста. Там куча проблем было. Десятки миллионов людей были загублены в этой стране невинно. Достоинство было растоптано. Это что, просто так все? Нет. Следующий вопрос. Алексей Вэлл. Если буква может увести куда-то не туда, может тогда лучше не писать эту букву? Библию писали люди. Не Бог. А люди бывают разные. Откуда уверенность, что они были наполнены Богом, а не, например, вином или галлюцинациями. Вот говорю я вам, вчера я был наполнен Богом и написал тут кое-что. Допишите, пожалуйста, это в Библию. Как будем разбираться, дописывать или нет. И как разобрались с теми, кого дописали. То есть, я так думаю, здесь вспоминаются знаменитые слова апостола Павла, что буква убивает, дух животворит. Ну и возникает вопрос, а как вообще возник канон? Безусловно, Библию писали люди, но вдохновленные Богом, вдохновленные Духом Святым. И в первые века было немало и Евангелий, и посланий, которые писали. Было немало хождений разных, у первых христиан разных текстов. И уже к 4 веку решили все-таки собрать наиболее авторитетные тексты. И так возник канон Нового Завета. Конечно, там было много нюансов своих. И попытки создать канон новозаветных текстов были и до 4 века. Мы видим, уже со 2 века это все начинается. Ну вот тот новозаветний канон из 27 библейских новозаветних книг, вот он появился в 4 веке. Безусловно, у каждого из нас могут быть личные переживания. У меня есть молитвенный дневник, куда я записываю вещи, которые Бог открывает мне, показывает мне. Но, естественно, я не собираюсь это использовать как дополнение к Библии. Нет, я, безусловно, соотношу свои личные духовные переживания с теми переживаниями, которые изложены в новозаветних книгах. И там была очень интересная история, как отбирали в 4 веке эти книги, чтобы составить канон. Какие не взяли в канон. Вы можете на просторах интернета найти интереснейшие публикации об этом. И слова Павла о том, что буквы убивают, это не то, что нам теперь не нужна Библия, и вообще буква не нужна. Нет. Павел о другом говорил, что просто иметь текст нового завета еще недостаточно. Мы должны иметь личную духовную жизнь, личные духовные переживания, о которых вы пишете, личные откровения. Это необходимо. Иначе мы будем просто сухими законниками, как книжники, которые пришли к ним в волхвы, где должен родиться царь иудейскому. Они все по Библии знали, но сами никуда не шли, никуда не двигались. Точно так же есть такие люди, знают Писание, изучают Писание, но в их жизни ничего не меняется. Важна живая работа Божья в нашей жизни. Но это не отвергает вообще совершенно букву. Не отвергает. А то, что вы, дорогой Алексей, как бы, ну, ваши духовные переживания не могут быть дополнены к Библии, ну, вот вы позже родились как-то, вот, не повезло вам, что ли. К Богу все претензии. Почему? Ну, не избрал Бог ни вас, ни меня, чтобы наши с вами духовные переживания стали частью новозаветнего канона. Каких-то людей он избрал. Почему он их избрал, не нас? Так это же Божья суверенная воля. К нему вопрос. Вот он избирает. Избрал Авраама, сделал его отцом множество, да, по своей воле. Авраама не Ивана избрал, да. Почему? Вот почему не его, а его? На этот вопрос Павел говорит, а ты, глина, кто такая, чтобы спорить с горшечником? Он делает так, как хочет. Вот он избрал вот это. И так это совершил. Но, безусловно, вот одной буквы без Духа недостаточно. Как говорил один из моих любимых мыслителей Григорий Померанц, написанное Духом может быть только открыто Духом. Писание Нового Завета написано под вдохновением Духом Святым. То есть они написаны людьми, конечно же. Это вот как вот я пишу ручкой и пишу я, но ручка все-таки свою особенность откладывает на письме. Вот есть и ручки, которые жирнее пишут, есть тоньше пишут, разным цветом пишут. Точно так же Бог свое послание, свои откровения давал через людей. Особенности того или иного человека, конечно же, отображались на тех текстах, которые они писали. Но вдохновлено это все было Духом Святым от Господа. Еще один тоже вопрос в отношении Священного Писания. Я слышала, спрашивает сестра, что адвентисты, к примеру, считают, что Бог создал землю за шесть дней в буквальном смысле. Другие христиане полагают, что эта фраза метафористична. У Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Как к этому относиться правильнее? Или все же есть такие вопросы, на которые мы никогда не найдем точных ответов? Очень хороший вопрос. И вы знаете, я хочу сказать, что Библия была дана не как научная книга. Библия – это книга Бога искания. И часто люди, которые нам показаны в Священном Писании, суть – показать их поиск Бога, их духовные переживания. При этом люди эти могут быть со своей картиной мира, которая была естественна для их времени. Например, Иов. Иов – это человек, который фантастический путь богоискания прошел. Столько откровений я переживаю, когда читаю книгу Иова. Однако у него было научное мировоззрение его времени, что земля на столпах поставлена. Смешно это, конечно, мировоззрение. Что интересно, Бог не исправляет это, потому что его цель была духовные вещи показывать. А научное мировоззрение развивается из поколения в поколение. То, что в отношении шести дней, да, есть разные взгляды. Или это шесть конкретно дней, или это шесть периодов. Лично мое мнение – это было шесть периодов. Это может быть шесть миллиардов, шесть миллионов лет. Но трудно судить вообще о времени, потому что даже мы читаем, что сами сутки были созданы не в первый день творения. Не в первый же день творения это было создано. Поэтому, когда мы говорим о днях, это довольно-таки условно. Но и опять-таки, я все-таки не считаю, что это как-то может повлиять на нашу веру. Потому что Библия – это не книга о науке, о научном взгляде на мир. Библия – это книга о нашем духовном бурске. Вот о чем. Поэтому точных ответов нет. Но я считаю, что разномыслие здесь. Кто-то считает, шесть дней. Вот у нас есть пасторы в моей дочерней церкви, которые убеждены, что это именно шесть конкретных дней. Я считаю, что нет, это было шесть периодов, где время не имело большого значения. Потому что для Бога возможно что-то сотворить и за одну секунду, за одно мгновение. Поэтому как это все было, это не имеет для сегодня большого значения для нас. Следующий вопрос. Актуальный для нашего времени. Как вы относитесь к прививкам? Настя Шаманская спрашивает. Актуальный вопрос для нашего времени. И опять-таки, я считаю, что здесь есть две крайности. Первая крайность – это считать, что прививки – это что-то такое порождение сатаны. Их сделали, чтобы уничтожить человечество. И доходят до того среди христиан, что в прививках пытаются разглядеть знак зверя и прочее. Другая крайность – это когда люди ставят себе просто прививки без разбора. Я вам скажу, что я сам из семьи медиков. То есть, все практически мои родственники – врачи в тех или иных сферах. И я знаю, что врачи – это люди. И люди могут ошибаться. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о прививках, надо смотреть, что за прививки. Надо внимательно исследовать. Благодаря прививкам в 20 веке мы избавились от многих эпидемий. Но, безусловно, те или иные прививки на некоторых людей действуют очень плохо. Некоторые прививки могут быть недоработанными, недоделанными. Которые уже в процессе времени их как-то уже совершенствуют. Поэтому нужно смотреть, что за прививка, от чего прививка, как она работает. Я думаю, что здесь идет вопрос, конечно, вот сейчас говорить о прививке. В отношении прививок от коронавируса. Надо смотреть вообще. Я считаю, что здесь наша жизнь – это прежде всего наша ответственность. Мы хотим, чтобы нам кто-то сказал, надо или не надо. Думайте сами. Думайте сами. Смотрите сами. Я принципиально вообще не против прививок. Не против прививок. Я за прививки. Но мы должны признать, что все-таки важно медицинское исследование. Потому что некоторым людям с их заболеваниями, с их хроническими болезнями нельзя ставить те или иные прививки. Поэтому, конечно же, мудрый, благословенный врач в некоторых случаях он должен делать отказ от прививок. Это все индивидуально. С другой стороны, мы понимаем, что во многом лекарства являются бизнесом. И прививки, в том числе, такая массовая вакцинация во многом – это бизнес. Могут ли это использовать для того, чтобы просто разбогатеть? Конечно, могут. Поэтому нужно смотреть, какие данные, какие результаты. То есть мониторить ситуацию. Принципиально я не против прививок. Но в отношении конкретных прививок, которые сегодня есть от коронавируса, надо смотреть, надо читать. И уже каждый сам принимает для себя решение, надо или нет. Например, если не брать прививку от коронавируса, прививки, которые ставят детям. Лично, если вы хотите спросить мое мнение, в нашей семье, жена этим занимается, она изучает разные прививки. И какой-то минимум прививок мы ставим. От некоторых прививок для наших детей мы отказываемся. А вы смотрите сами. Но искать в этом какой-то вот духовный смысл, чтобы в этих прививках чуть ли не чипы – это уже конспирология. Это уже тот бред, которым лучше не заниматься. Потому что это просто игры разума. Люди что-то придумывают, какой-то мир со своими виртуальными жизнями. Вот. Мы не верим в эти конспирологические теории. Еще один вопрос. Как помочь человеку обрести Бога в сердце, если он устами исповедует, что верит в Него? И сам же говорит о том, что его вера в Иисуса все же более опирается на философию христианства, чем на то, что Иисус Христос был реальным человеком. Прежде всего, помочь человеку обрести Бога в сердце мы можем в своей жизни. Понимаете, показать, что Иисус Христос – это не просто философское явление, а это личность, которая может влиять на нашу жизнь и с которой мы можем иметь личные взаимоотношения, это ведь прежде всего наш духовный опыт. Можно до хрипоты что-то доказывать и объяснять. Но я всегда в таких случаях вспоминаю знаменитые слова Франциска Осильского, проповедую Евангелие постоянно, если необходимо, пользуйся словами. То есть прежде всего мы должны проповедовать не словами, а нашими жизнями. Если вот этот человек, для которого Христос – это прежде всего что-то такое философское, философское понятие, если он увидит в вашей жизни реальность Христа, реальность вашего общения со Христом, на него это повлияет сильнее любых-любых дискуссий. Еще один вопрос. Какие ваши проповеди лучше в первую очередь показать самому начинающему христианину? Знаете, в свое время, я помню, мы разделяли проповеди. Вот есть проповеди церковные, а есть проповеди евангелизационные. Сегодня я уже не делаю такого большого различия. Я прошу прощения, если кто-то слушает специалист по гомилетике. Но для меня сегодня есть проповеди интересные и проповеди неинтересные. Проповеди, которые касаются, и проповеди, которые не касаются. Потому что я много слышал каких-то таких евангелизационных проповедей или проповедей для новообращенных, которые были настолько скучными, настолько неинтересными, что их не только верующим, но и неверующим не было особого смысла слушать. Просто какие-то вот такие формальные утверждения. Не знаю. Вот для меня ближе представление о проповеди, как о слоеном пироге. Вы знаете, как вот в пироге есть разные слои, да? Точно так же проповедь. Важно, чтобы в проповеди были разные слои. Чтобы люди, слушая эту проповедь, разные люди, могли что-то для себя получать. И люди, которые уже давно со Христом, давно со Христом, они могли какие-то глубины подчеркивать. И люди, которые недавно в церкви, они могли для себя что-то там взять. Люди, которые вообще, может быть, неверующие, тоже это могло их коснуться, и они бы покаялись и приняли Иисуса Христа в сердце. Поэтому вот по этому принципу я стараюсь строить все мои проповеди. Вот возьмите любые проповеди за вот этот прошлый 2020 год. Если эта проповедь вас касается, то поставьте человека, который недавно во Христе. Я думаю, что то, что нас касается, может коснуться и кого-то другого. Безусловно. Как, знаете, апостол Павел говорит, мудрые же мы проповедуем среди совершенных. Есть вещи, с которыми я не делюсь вот так массово на собраниях, на конференциях, на семинарах. Я ими делюсь с близкими людьми, с нашей командой, какие-то переживания свои или какие-то внутренние откровения. Но я это не выношу на большую аудиторию. Все проповеди, которые я выношу на аудиторию, которые есть на нашем YouTube-канале, вы можете их рекомендовать, я думаю. И вот мы дошли до последнего, наконец, вопроса. А мне вот совсем немного надо. Хочется свою семью и благословенного человека от Господа. Женщине в 40 лет можно ли в это верить и просить об этом Господа? Этот вопрос был после проповеди о Золушке. Вот. Ну, поймите, проповедь о Золушке, я очень, сказка о Золушке, я считаю, это важная проповедь. И суть ее – хорошо мечтать, но важно не быть заложником мечты. Хорошо надеяться, но важно не быть заложником своих каких-то ожиданий, зачастую завышенных, завышенных ожиданий. Поэтому можно, можно ли верить и просить Господа? Конечно, можно. Конечно, можно. И как в том анекдоте, да, Немона Ануна, просите, молитесь, ищите, ищите его лица. У нас в церкви мы сочитываем людей разного возраста, да, как говорят славами классика, любви все возрасты, покорны. И вот в прошлом году одна из служителей нашей церкви, которая за 40 лет, она была сочитана, мы ее сочетали, и у нее семья сегодня. Она радуется семейным отношениям. Поэтому это здорово. Это не значит, что вы теперь, как Золушка, мечтаете о чем-то несбыточном. Если, конечно, вы, у вас какие-то ожидания, что это должен быть какой-то принц в виде олигарха, который с яхтами, Мерседесами, Бентли там ворвется в вашу жизнь. Ну, вот это, конечно, выглядит забавно. Но просить Бога счастья, семьи, здесь дело не в Золушке, это нормально. Поэтому я, поскольку у нас вот вопросы, которые подобрала медиа-команда, закончились, я хочу в конце помолиться вместе с вами, вот за тебя, дорогая сестра, помолюсь, чтобы Бог благословил тебя хорошим человеком. Помолюсь за ваши нужды, за ваши проблемы, и, конечно, за всех, кто сейчас физически болен. Помолюсь, чтобы Бог коснулся там, где вы сейчас находитесь, в ваших домах, в ваших квартирах, и наполнил вас своей исцеляющей силой. Всемогущий Господь, я прошу тебя, коснись каждого, кто слушал эти вопросы, ответы, наполни их. Я верю, что у каждого есть какая-то нужда, какая-то мечта на 2021 год. Я молю Бог, да исполнятся наши мечтания, да исполнятся желания, благослови Господь, благослови вот эту сестру, которая желает выйти замуж. Благослови Господь во имя Иисуса Христа, и коснись особенно людей, которые нуждаются в исцелении, или в исцелении нуждаются наши близкие люди, наши дети, наши родители. Пускай твоя исцеляющая сила наполнит их, мы верим в чудеса. Мы также просим, благослови врачей, которые лечат, которые сегодня на переднем краю борьбы с этой инфекцией. Благослови мудрости дай, направь их Дух Святой. Благослови, чтобы через них люди получали жизнь, здоровье, исцеление, чтобы это были каналами для твоих чудес. Слава, честь и хвала добудет тебе во веки веков. Аминь. И, дорогие друзья, я очень рад, чтобы вы были вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, если вы еще не подписались. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки или дизлайки, если вы против всего не согласны. Да, пожалуйста, ставьте дизлайк. Если вы согласны, ставьте лайк. Пишите ваши вопросы, вы можете вопросы писать в комментариях под проповедями. Наша медиакоманда мониторит это все и отбирает вопросы. И сам я тоже иногда смотрю комментарии. Но даже если я там что-то не увижу, и я это делаю не так регулярно, как наша команда, она просматривает, и мы собираем вопросы. И я стараюсь максимально честно, искренне ответить на то, что вы спрашиваете. Конечно, у нас ограничено время, и некоторые вопросы, например, вопрос предопределения. Ну, конечно, это такая глобальная тема, тома написаны на эту тему. Вы можете, конечно, это почитать. Я лишь дал вкратце свой взгляд. Более подробно мы об этом говорим на проповедях, когда выбираем ту или иную тему, на каких-то семинарах говорим, и, конечно, на библейских занятиях. Будьте благословенны, люблю вас. Я, Виктор Судаков, рад быть вместе с вами, служить и вместе с вами искать лица Божьего и изучать священное писание. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если бы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт New Life в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе в сервисе Сбербанк Онлайн в разделе «Услуг набрать церковь. Новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Когда вы жертвуете, вы участвуете в деле распространения Евангелия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!